Очень серьезный вопрос. Я сейчас озвучу просто для записи вопрос. Вопрос был такой, что есть в Ефесянам 4-го года написано последовательность того, кем, после кого ставит Бог. Является ли это последовательностью или просто случайное перечисление? И второй вопрос, что если пророк находится внутри церкви и через него говорит Бог к общине, и пастор церкви, в которой он служит, пророк, с этим не согласен, что делать в этот момент пророку? Молиться за ситуацию или все-таки обличать? Это не иерархическая лестница. Вот мы сейчас об этом поговорим. Является ли это иерархией, то есть апостол, пророк, евангелист, пастыр, учитель или это просто случайное наоборот? Слово Божье говорит, ты испытал апостолов и нашел их лжецами. Вы знаете, что не только пророков надо испытывать, надо всех испытывать, служения все должны быть испытаны. И был такой случай, когда человек, официально апостол, приехал служить. Но на самом деле, знаете, что мы должны испытывать апостолов тоже. И на тот момент я явно видел, что этот человек, он действовал на разрушение церкви. То, что он говорил в церкви, это противоречило Писанию. И в тот момент мне Господь четко проговорил, останови безумие его. И я встал и повелел, просто я сказал, да запретит Господь тебе говорить прямо сейчас. И он онемел. Он не мог говорить, хотя он апостол. Но в тот момент он действовал незаконно, почему? Потому что он говорил ложь. Понимаете? И даже имея статус, но когда это началось, на тот момент нужно было остановить это безумие. Потому что иначе бы люди отравились бы, да, как бы, да. Хотя на тот момент я чувствовал, что страшно было. Это страшно. Потому что мы должны иметь естественное уважение друг к другу. Понимаете? Это должно быть не просто, знаете, формальностью, а естественной. Поэтому очень важно распознавать друг друга в духе. Поэтому Слово Божие говорит, что правду свойственно различать, совершенную. Младенцы это не могут делать. Они не умеют различать добро и зло. Это свойство принадлежит совершенному. То есть те, кто достигли возраста такого, ну, зрелого, можно сказать, в Господе. Понимаете? Конечно, это нельзя делать каждому. Это надо делать четко по повелению Божьему. И на тот момент это было легитимно и законно. И мне ничего не было. Этот апостол вышел и он сказал, завтра я вас всех вызываю на, как сказать, на синедрион. И мы испугались. Он говорит, я имею, говорит, слово. И завтра я вас всех буду обличать при церкви. Ну, знаете, это было страшно. Потому что мы видели, что он обиделся, конечно, да? И я пошел опять молиться. Я говорю, Господь, что я сделал вообще? Это публично было? Представьте себе, да? Я не знаю. Многие, наверное, подумают, что с пророком проблема. И Бог мне четко снова проговорил. Не сказал ли я тебе запрети ему говорить? И завтра он говорить тоже не сможет. И все три дня конференции он молчал. И не смог ничего говорить. Почему? Потому что, когда мы в действительность закона, то власть будет на нашей стороне Божья. Понимаете? Вот в этом плане. Дополнительный вопрос. Он, говоря вот это, он знал, что он говорит не Божье слово или ошибался? Возможно, он не знал. Понимаете? Почему Слово Божье говорит, что от избыта сердца горят же уста, да? И почему написано, что чистый сердцем Богу зря. Храните сердце свое от идолов, да? И когда, например, у человека в сердце что-то не то, и оно выносится, тогда может произойти вот это именно, ну, может сказать, как подмена, замена. Но второй момент, я вам скажу так. Я, например, если, как вы говорите, пастор со мной не согласен, Слово Божье тоже об этом говорит. Был такой диатреф, помните, да? Который не впускал апостолов и пророков. И Иоанн об нем говорит так, что не подражайте злу, потому что было такое понятие, как соперничество, еще какие-то вещи, да? То есть в то время тоже это было. Но смотрите, что говорит Иоанн. Иоанн говорит, что Бог сам воздаст, то есть рассудит Бог, да? Почему? Потому что Бог дал каждому ответственность. Например, в этой церкви есть ответственный пастор. И если пастор сейчас не согласен, например, с моим каким-то откровением, то я не имею права давить. Все, что я могу, это довериться Господу. И Бог откроет. Например, прямо сейчас я вам откровенно скажу. Бог судится минимум как с десятью церквями, в которых я послужил. Там не были согласны со мной. Но Бог судится. И прошло два года, и буквально перед Йонг-Кипуром позвонил пастор с Киева. И он покаялся. Прошло два года. Почти вся церковь была разрушена. Вся. Церковь была двести человек. Из-за маленького конфликта с пророком пришел такой резонанс. А потом конфликтовали мы вдвоем. Не при людях. Он сказал, я не признаю это пророчество, это от дьявола. Я сказал, хорошо, мы будем только ждать, Бог нас рассудит. Прошло два года, слово исполнено. Он потерпел очень сильный урон. Потерял служение. Потерял позицию свою. И покаялся. То есть, в таких конфликтных ситуациях только Бог может рассудить. Люди не могут друг другу ничего доказать. Но написано в Слой Божий. Не судите никак, доколе не откроет Господь. Понимаете? То есть, я и судить-то не могу, конечно. Но раз человеку не открыто, что вот об Израиле тоже. Не во многих церковь-то признают, знаете. Хотя это написано в Библии. Потому что есть такой, может слышали, есть такая теория замещения. Заменили, где Израиль, слово церковь ставили. Вот сегодня тоже, по-моему, об этом говорил кто-то из наших спикеров. Вот так. Поэтому очень важно понять. Но в то же время всегда надо проявлять любовь и уважение. Написано, каждый почитай ближнего выше себя. Когда я встретил сестру в гостинице, она вот села, странненько сначала. Первый день я на нее смотрю, она так улыбается, но видно хочет общаться. Я так смотрю, думаю про себя, Господи, кто же это такая? Что ей надо? Русский язык не знает. Как мы с ней будем общаться вообще? Я не скажу, что я так сразу прям, о, там, захотел это. Нет. Потом Бог так сделал, что ее комната как раз там, где мы молимся. И опять мы молимся, открывая глаза, она сидит тут. Ну, я думаю, что-то сидит. Ага. Понимаете? И знаете, интересно, что в тот момент начинает Бог показывать ее в духе. Я вижу, она вся в огне. У нее руки в огне. Я просто ее начинаю различать в духе, кто это. Я ее знать не знаю, а Бог ее знает. И Бог, он дает мне не в физическом виде человека, а в духе, кто она. Поэтому Иисус сказал, блажен ты, Петр, потому что не плоти кровь тебе это открыли, кто я, а Отец мой, Сущий на небесах. И вот это Иисус называет, это самым правильным, когда мы видим друг друга в духе. Никогда нам кто-то сплетни рассказал. Вы знаете, Авиэль такой плохой. Знаете, я о нем тоже плохо много слышу. Но сегодня я даже рискую своим авторитетом. Потому что даже многие в Израиле, все его враги станут сегодня моими уже врагами. Из-за того, что я тут тут, уже я враг многим уже стал. Все его враги становятся автоматически моими врагами. И я иду на этот шаг. Можно сказать, даже где-то умышленно. Почему? Потому что мы призваны покрыть друг друга. Может быть, мой авторитет, недостаточно покрыть его сегодня авторитет. Я не знаю. Но, по крайней мере, я свидетельствую перед Богом и перед многими людьми, что это человек Божий. Какие бы он ни был там, что бы ни говорили, у Бога есть Слово. И он сказал, кого я избрал, того я оправдываю. Через того я прославляюся. И раз я оправдываю, то вы не имеете права судить. Понимаете? Оправдание его не от него и не от меня, а от Папы. Кого Папа простил, мы не можем обвинить уже. Поэтому Слово Божие говорит, блажен человек, кому Бог не меняет греха. Все, конечно, не так, может, и хорошо. Многие вещи мы не можем делать хорошо, пока не научимся. Я тоже много сделал ошибок, пока научился пророчествовать. Даже, может, сегодня я не на высшем уровне это делаю. Но Папа сказал делать. И я это делаю, как могу. Насколько мне это открыто. Поэтому уж заранее простите, если я это не сделаю на уровне, может быть, Бенихина. Но поверьте мне, это будет по-другому чуть-чуть. Не как у Бенихина. Это какой-то другой, это какой-то другой угол измерения. Я ничего не имею против Бенихина. Благословляю его. Но я знаю одно, что у Бога многоразличная премудрость. И даже в пророческих служениях есть разные какие-то градусы проявлений. И этим-то и уникален наш Бог. Что мы не все, как Бенихин. Мы не все клоуны. И мы не клоуны, то есть не клоуны.